всем привет сегодня мы будем распаковывать посылку от моего подписчика зовут его тимур привет написал мне вконтакте давно наверное месяц назад начали мы с ним общаться и он решил мне сделать вот такой подарок вообще о тимуре я расскажу чуть подробнее чуть попозже посылочку я это получил вчера приехала она ко мне автобусом из осетии я уже вижу это дерево так вот это я даже не знаю что это кстати трещин нет не растрескалось дерево сухое торцы замазаны у него краской то есть человек обрабатывает и хранит дерево с умом так это тоже вот кстати он не подписала вон я у него потом спрошу а хотя он может быть сам напишет в комментариях вот карась не то что же это за дерево но посмотрим вот груша написано что она сырая но но на на ощупь она почти сухая нигде не треснула тимур ты боялся что треснет не треснула торцы тоже замазаны здесь парафин здесь краска на самом деле он не прислал просто вагон это это акация да у нее такой зеленовато-желтоватый рисунок сердцевина желтая тоже без трещин тимур видишь ничего не треснула дороге но акация у тебя наверное ну кстати она на ощупь кажется в ладом более влажная чем груша еще акация как много но это мне точно на всю жизнь груша кстати очень интересный у нее цвет такой не знаю кофе с молоком что ли брусок такой средний но по тяжести такое достаточно плотное плотное дерево такое это я так понял тоже все груша это груша тоже написал что груша сырая но она на ощупь сухается совершенно так идем дальше о это орех орех но он не полированный поэтому фактуру сложно сложно понять но я думаю что он будет красивый на рукоять так опять груша груша вот этот посырей посырей кажется вот единственное вот тут чуть-чуть треснуло вот чуть-чуть но это в принципе ерунда вот так мы отпилим на рукоять как раз этого хватит тоже очень интересно у него фактура какая-то вот что-то желтое коричневое есть тоже орех это это абрикос кстати очень интересно у него такое прожилки к сожалению видео у меня оборвалось не знаю почему никаких предпосылок к этому не было там и заряд был нормально короче только половина снялась вот но в принципе я почти все распаковал там отдельным сверточком еще шел подшипник разобранный большой где-то наверно с килограмм там ролики и обойма распилены то есть х15 мне тимур также прислал вот ну и часть брусков я шлифанул уже электрорубанком чтобы вот посмотреть посмотреть фактуру здесь здесь вот сложно вот эта груша очень интересная у нее фактура абрикос абрикос очень красивый мне понравился посмотрите какой рисунок ну а это в принципе акация я с ней знаком уже но у нее тоже красивый очень рисунок ну и отдельно я хочу сказать пару слов о тимуре потому что человек интересный вот тимур он из осетии недавно он совсем стал делать ножи причем неплохие ножи у него и он еще режет ложки режет кружки тоже очень интересный такой самобытный стиль а также в большей степени меня впечатлило то что для всего то есть для всего этого он использует дерево которое заготавливает сам то есть он ходит там ну не знаю куда в лес или в горы причем электроинструмент не использует то есть он просто берет как я понимаю топор идет в лес рубит дерево распиливает его на поление распускает его точнее пилит его на чурбаки и чурбаки распускает на поление клиньями после этого сам где-то в сарае складывает и сушит его причем сушит с умом вот он сушит в сушит он причем у него есть очень интересный метод сушки то есть он вот этот вот 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 это полено, как он мне писал, оно было абсолютно сырое. То есть он его спилил, снял с него кору полностью, расщепил вот на такие вот бруски и положил их в шкаф. У него есть такой сушильный шкаф, ну не как сушильный, импровизированный, просто обычный деревянный шкаф. Он туда это все кладет и оставляет в закрытом состоянии до полного высыхания. И дерево высыхает, и не трескается. Вот такой метод я не знал. Я знал там кучу разных методов, когда варят в соляном растворе, там просто в газетах где-то сушат, там еще что-то, еще что-то. Но вот такой способ я не встречал. Ну хотя в принципе он достаточно прост, но тем не менее. Вот. У Тимура дерево очень много заготовлено. Я думаю, если вам будет интересно, вы можете ему писать. Он человек очень открытый, очень приятный и вообще никому не откажет. Его контакты я оставлю под этим видео. Вот. Ну и отдельно еще раз хочу сказать, Тимур, тебе большое спасибо за такой подарок. Ну, жди с меня ответную посылочку, я ее уже потихонечку собираю. Вот. Как соберу, я тебе вышлю. Вот. Поэтому, Тимур, спасибо тебе большое. Вот. Пока. Ну и вам, дорогие зрители. Всем спасибо. Также пока. Продолжение следует... Продолжение следует...